всем привет дорогие наши ненаглядные наши шладенькие мы сегодня будем смотреть с вами аватар 11 серию apu похитили библиотеку мы упустили упустили библиотеки больше нет как и это замечательные совы которые я проникся и ученого который теперь мире духов ну это классе для себя прилепился к сокровищам к богатству ушел вниз я это видел в утиных историях да так что я уже подготовлен морально вода земля огонь на ставке как чувак достает ногой этот камень и ногой его вот футболе вы что если это было азула азула вот сейчас на заставке посмотри огонь когда-то домой банальный тупой так она и владеет банальным она бы не стала в заставке показывать огонь она бы показала в заставке молнии ты мыслишь сейчас как азула до 4 народа жили в мире с чего ты взял я так не знаю азула я что-то мне азула 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 но все изменилось когда народ огня развязал войну только аватар властелин всех четырех стихий мог остановить захватчиков но когда мир нуждался в аватаре больше всего он исчез прошло 100 лет и мы с братом нашли нового аватару маги воздуха по имени анг и хотя его искусство покорению воздуха было велико ему предстояло еще многому научиться но я верила что анг спасет не аватар легенда об анги в предыдущих сериях так давайте с вами условимся или договоримся или сделаем голосование стоит ли нам смотрится предесли до вопрос остается открытым потому что закрыть вопрос стоит нас раскрытие сюжета происходит и намеки нет не происходит я поэтому хочу я думал наоборот больше интриги больше ощущения я голоса разделились что вы думаете оставить или я лично очень люблю дядюшку аэро и хочу чтобы он постоянно вещал где-нибудь на фоне но он очень много вещей раскрывает преждевременно аватар похитил мою дочь найдите их и верните ее домой любыми путями ну все я сегодня знаю что зато будут охотиться охотники за головами все это все закончится мы не знаем она прочь не подходите к нашему бизону она тонет библиотека тонет нет прости апа где апа какой же они жопе в каком же дерьмовом они положение сейчас не знаю как они доберутся вообще там же говорилось что не пересечь никак эту пустыню никогда в жизни но это обычно они три мага я знаю что думаю что они сделать пустыне я думаю воды нет подожди подожди а как перемещались эти странные люди с ретро очками в челноках они создавали вихрь из песка и делали тент да но тоф не умеет управлять песком аватар умеет управлять воздухом а которые они будут бесполезно просто волочиться сзади земля глава 11 пустыня как ты им это позволила почему не остановила не смогла библиотека тонула вы были внутри а я могла бы позвать нас я бы его спас здесь я понес как ты его чтоб хватит гнать натов не чудо чё-то себя понимаю что аватара сейчас буквально горе и он пытается на кого-то это скинуть потому что ну так обычно люди делают но к она вашу шкуру спасала хочу вибрации в земле они появились неожиданно у меня не было времени наплевать а по тебе никогда не нравился анг хватит топ сделала все что могла она спасла нас а кто нас теперь видишь она ее защищает она 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 кота баланс на все видишь за какой-то за равновесие спасет самим нам не выбраться вы все думаете только себе вам совсем наплевать на мы все переживаем но ничего не можем поделать я иду за апой стой ни хрена себе то есть а теперь тебе наплевать на своих друзей и теперь ты думаешь только себе потому что а по для тебя значит круговорот эгоизма нам нужно идти мы единственный кто знает из отмени нужно рассказать о нем в бассингсе может раскопаем саму она нас подвезет может отдохнем не стоит я совсем не устал а все они теперь вместе да они примирились учит его управлять молнией что теперь эти наемники полковник монки какой приятный сюрприз а нет это люди огня они же они же бежали от них страны полупу только у людей огня такие блин стремные животные если для тебя это и правда сюрприз значит ты теряешь былые навыки ты их знаешь конечно это легендарный полковник монки и крутые носороги каждый из них совершенству владеет одним видом оружия а еще они неплохо поют просто досье от дядюшки аэро петь мы не собираемся мы здесь чтобы задержать вас эм уж сначала чаю я с удовольствием попил а ты качи тебе нравится жасмин ну что я угадал ну хватит болтать взять его а 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 какие здесь крутые боевые сцены я устал говорить об этом нет я не устал об этом говорить возможно вы устали слушать но какой-то восторг все поставлены мне нравится хотя не фанат все твои старые друзья хотят тебя убить все ли друзья хотят меня убить будут что поэтому ты что не видишь куда нет да прости шутки про слепоту тоф это просто светлое но по факту она и ногами не видит потому что и тяжело вибрацию пошли ребята держимся вместе если я еще пропотею вам не захочется быть со мной рядом можно попить можно но воду надо экономить откуда у тебя это вода что она фильтрует мочу ой да прекрати в такой ситуации можно и поколдовать над мочой ты набрала ее на болоте по вкусу это заметно простите но это все что есть теперь не все смотри они все же кактусы можно пить да и он срезал мираж что если он ядовит от некоторых же можно травануться и словить прямо жесткие глюны или просраться в основном в основном тянет люди блевать внутри него много воды не знаю угощайтесь отлично утоляет жажду ну все им сейчас приход обеспечено это жесткие три по пустыне попробуйте сок кактуса он охладит вас он охладительный самый охладительный думаю с тебя хватит кто поджег тоф а мне можно попробовать думаю не стоит пошли нужно найти анга как оказались посреди океана и ну вообще меня бесит анг как он мог их кинуть в пустыне одних я не могу его не 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 обвиняет не прикинуть что и тут друг и тут друг и тут надо просто выбирать кто из них в большей беде такое ощущение что апу сейчас ждут какие-то очень страшные экзекуции а его друзья так или иначе должны будут выбираться по пустыне и это правильное решение рубин это правильное решение потому что в этой пустыне могут быть животные опасности на это понятно но сока все равно боец то в тоже боец катара умеет который три капли воды но она может их листать этой фляжкой до бесконечности дело в том что если он поймает точнее освободит апу он сможет обратно вернуться и всех спасти а если он будет а чему что он сделает он бесполезен сейчас в этой ситуации он один-единственный кто может летать мне все равно напрягло как он как будто меня блин обвинил знаете чувствую себя я я прям убежден что это самый разум на всех и улетел козел ну я не согласен но я не согласен с ним когда он я понимаю с рациональной точки зрения но с эмоциональной точки зрения мне неприятно АПА! АПА! Нет. НЕТ! Что это? Что? О чем ты? Огромный гриб. Может, он добрый? Надо идти. Блин, Катара. Бедная Катара с... Инвалидом и обдолбанным братом. И с Момой, который... Сегодня ей и правда сопереживаю. Да, да. Сегодня полностью на стороне Катары. Как интересно у всех меняется. Хочется ей помочь. Знаешь, какая-то палочка психоза, которую они передают друг другу. Сегодня Катара самая адекватная. Ну, в плане... Она сейчас в своей стихии, в стихии взрослого. Она сейчас исполняет то, что она любит делать. Ну, сейчас это выглядит почему-то адекватно. Да, потому что сейчас это вовремя. Потому что сейчас именно она должна быть взрослым, потому что Тов маленькая и слепая, а брат обдолбанный. Понимаете? Эй, добрый гриб! Давай будем дружить! Я знаю. Да, маленькая и слепая девочка с друзьями останавливалась у нас пару дней назад. Все они... Они не сказали вам, куда направлялись? Сказали, но я как-то запамятовал. Хочешь, чтобы я сломал тебе пальцы? А они направились в пустыню, сомневаясь, что они живы. Ничего. Отцу она нужна живой или мертвой. Что-то мне подсказывает, что... Отцу живую нужна живой или мертвая? Он прям так и сказал, я что-то запамятовал. Я думал, что надо ее... О, это ужас. То живой будет все же лучше. Эй, смотри. Список находящихся в розыске. И... Смотри, кто у нас здесь. Интересно, кто в самом низу? Вот с какой-то такой непонятной. Тоже, видимо... Кипичар. Ой, темнее. Сейчас же будет лютый холод. Они ночью сдохнут. Я был вообще в детстве в шоке, когда... Что в пустыне ночью холодно. Что в пустыне ночью холодно. И что люди буквально умирают от того, что замерзли. Мне жаль, Анг. Знаю, тебе очень тяжело. Но нам нужно объединиться, чтобы выбраться отсюда. Что с того? Нам все равно не выбраться без апы. Ты это знаешь. Ладно тебе. Все получится, если будем вместе. Да, Тов? Судя по моим ощущениям, мы будто в огромной миске с песком. Ничего не чувствую. Сока, не знаешь, как добраться до Басингса? Может, спросим у тех птичек? А там реально что-то есть в небе. Так над ними уже кружат, скорее всего. А-а-а. Мы выберемся отсюда и сделаем это вместе. Анг, вставай. Беритесь за руки. Мы сможем. Мы должны. А, то есть это… Я думал это интерпретация с Соки. Я тоже. А это реально гигантские осы. Это реально гигантские осы. самые мерзкие твари вот серьезная я не аркнофоб ну вот представить себе огромную осу которая летит на тебя представь вот она размером с додика не хочу пора устроить привал вода еще осталось совсем чуть-чуть хватит только на один раз не волнуйся класс многие классно я был готов убить сок покажи то что ты украл из библиотеки что я не крал нет кто тебе сказал ты меня заставил сока но сока разряжает обстановка она правда удручаема утром утру жестко еще умрут держит баланс тут все сегодня про баланс я видела все напрасно эти карты не помогут найти апу нет но они помогут найти басинг с можно ориентироваться по звездам по ночам мы будем идти а днем в самый зной спать а пока поспите продолжим через пару часов здесь нам никто не поможет тут одни грязные скитальцы а мы кто вот это интересно похоже мы нашли поддержку нашли время играть в азартные игры азарт тут ни при чем пора нападать это место кишет бедняками если они узнают что за головы этих двоих назначена цена нам придется делиться со всеми потерпи или драться со всеми минута мудрого я уже ждал обычную барную драку мне кажется дядюшка аэро сейчас просто обыграет начнется реальная драка и просто скольные можно присоединиться первый ход за вами он же профессионал я помню он же собирал эти косточки лотоса я помню когда я делал обложку что все-таки косточки лотоса которую он не мог его найти остался в храме мне кажется это как-то еще вернется нам вижу вы выбрали тактику белого лотоса немногие сейчас так чтят традиции а те кто чтят всегда найдут друзей тогда сыграем добро пожаловать брат белый лотос всегда рад тем кто знает его секрет старикашки о чем это вы болтаете это какой-то шифр какой-то прикол я хочу отдельный сериал про дядюшку аэро насколько я всегда говорил что по еще больше чем игра я не хочу ждать всю ночь пока эти старики закончат партию хватит вы пойдете за мной брайдохи так я и знал за вашу голову обещано вознаграждение ты же говорил что он друг таки есть смотри хотите поймать их и получить все золото золото странно что их узнали только эти двое наемные все вот этот чел же тоже их узнал старикан это почему все сидят и мне кажется представляешь нам показали только диалог двух все по факту думают одно и то если они нападут тогда и в итоге получается какой-то глупый камешный конфузд думаю не стоит мне кажется это без шансов они два мага и причем очень сильные боевые которые нелегальщины зарабатывают тот преподаватель тоже покажется имфо-цыганин не знаю почему ты воспринимал а а а а а а а а а давай вставай нужно идти а и грязи. Я не сплю. Не смог уснуть. Что ж, нужно идти дальше, если хотим выбраться отсюда. Апа! Апа? Но почему он на Луне? Она и без него может летать? Она же Луна? Это не Апа. Это просто облако. Стой. Облако. Вот. Слетай к нему и наполни флягу водой. А, ну, он же аватар, блин. Если забываешь, что он тоже умеет управлять магией воды. Как находчиво. Я даже бы и не... Молодец. А из кактуса она не может добыть, да? Так там... Хотя, да, тоже. Ну, все примеси. Ей как-то надо отфильтровать. Тяжело, наверное, отфильтровать это всё. Поэтому, ну, как бы история с мочой тоже нереальная. Да? Не получится? Но если и получится, всё равно будет привкус. Мне кажется, это прям магия, которой надо учиться. Да, совсем немного. Ну, прости меня. Я представляю себе мага воды, который очень всю жизнь на это потратил. А теперь работает. Попробуйте. Уже старый дед, уже сумасшедший, уже от мочи. Всё, уже зубы выпали. Наконец-то у меня вышло. Мне вышло. Мнучики, пожалуйста. А мы в пустыне. Сделал всё, что мог. А что делают остальные? И что ты делаешь? Пытаюсь вывести нас отсюда. Вообще, Катара до хрена сегодня делает. Что-то сегодня Анг какой-то... Анг бесит. Жёсткий. Да. В смысле, что она делает? Он несправедливый. Я понимаю, что у него печаль. Ну, это... Ну, это... Ну, это... В этом же не виновата Катара. Не виновата Катара. Которая хоть что-то предпринимает. Ну, иногда видишь, иногда сложно... Сложно это... У тебя внутри злость, и тебе нужно куда-то её направить. Это неправильно, разумеется. Ну, так направь их на людей, которые утащили Апу. Да, да. Причём любопытно, что он агрится даже сейчас уже не на Тов, которая якобы его упустила. Да, а на Катару. Которая что-то для этого делает. Ну, для того, чтобы они вышли. Пойдём в этом направлении. Но она, на удивление, очень терпелива. Чёрт! Как же мне надоело не чувствовать дороги! И какой идиот зарыл в пустыне лодку? Лодку? Поверь, после такого я вряд ли могу ошибаться. Ну, видишь, если они смогут откопать лодку и сделать из одежды парусину, то тогда, возможно, получится эту лодку воздухом толкать. Ладно. Я просто предположил. Это один из кораблей пустынного... Вот, они же так и летают. Видишь, тут даже уже всё готово. Да, да. Только нужен воздух. Смотрите, на нём... Ну, может, не воздух, а... Песок. Ну, ТОВ, они же как, они делали в Игре? Ну, да. Есть даже компас. ТОВ, скорее всего, не умеет. Думаю, он сможет вывести нас. Анг, нужно поднять ветер, чтобы мы смогли двигаться. Мы спасены. Это такая честь приветствовать у себя столь уважаемого члена Ордена Белого Лотоса. Вы, магистр, наверное, знаете много секретов. Наигрался в пайшо, а теперь привёл нас в какую-то цветочную лапку. Может, кто-нибудь по-настоящему нам поможет? Вот, простите, моего племянника, он ещё слишком молод. К тому же он не является членом нашего Ордена. Мягко назад ставит. Кто стучится в наши ворота? Тот, кто испробовал плод и познал его тайны. Это не испробовал. Ход только для члена Ордена. Подожди здесь. Испробуй, плод, может, тебя тоже впустят. Похоже, стрелка этого компаса показывает не на север. Не волнуйся, сестрёнка. Думаю, те ребята, которые создали это корыто, знали, что делают. Его понемногу отпускают. А может быть, они просто в центре аномалии магнитной. Кто указывал компаса на огромную скалу? Должно быть, это магнитный центр пустыни. Скала? Класс! Вперёд! Может, мы найдём там воду? Может, мы найдём там воров? Наконец-то твёрдая порода! Пусть там на всю жизнь остались. Похоже, я начинаю отходить от сока кактуса. Смотрите! Сока кактус? Да, блин! На вкус, как протухшее мясо пингвина! Меня мутит. У тебя весь день были галлюцинации от сока кактуса, а теперь ты что-то лизнул и ты снова спятил? Это природное любопытство. Не похоже на обычную пещеру. Ее будто кто-то выгрыз. Да, смотрите на ее форму. Там что-то есть. И оно приближается к нам. Это те самые мерзкие твари, которые мы видим. Видели вроде. Это улей этих ублюдков. Вот это в дырке. Ужас, трипофобы, страшитесь. Ты знала про такую фигню, как трипофобия? Конечно, знала. Я отчасти ею... Я понимаю. Отчасти. Я понимаю. А, прикольно. У них, как у коршунов, такие же клювы длинные. Жуткие тварицы. А как она их... А, она же слышит. Она же их слышит. Она, во-первых, слышит, а вторая с вибрацией. Что ты делаешь? Ты чуть меня не убила. Прости, в воздухе я не ориентируюсь. Это мой. Сока, там никого нет. Похоже, я еще не совсем отошел. Нужно уходить отсюда. Мои силы уже на исходе. Не знаю, мне сегодня кажется, возможно, но рисовка поменялась. И лица выглядят более детскими. Да? Выглядит немножечко по-другому сока. Как-то мягче черты лица стали. Выглядит немножечко по-другому зука. Мне кажется, Катара... Просто у них вот здесь вот румяна. Не-не-не, румяна это понятно. Они обгорели на солнце. А я это заметил, когда нам в первый раз показали зука. И мне кажется, то ли художники, может быть, поменялись, кто знает тонкости. Может быть, я ошибаюсь. Знаешь, что стрёмно? Он такой, я на этот раз спасу. А лодкой может управлять только он. Да. Ну, он собирается быстро его... Ну, это проник. Ого. Убил? Ну, сбил точно. Или разрезал воздухом. Ну, сбил, возможно. Он же не убивает. Слева! Слева! Прикол, анг вообще сегодня лютый. Он прям злой. Мне кажется, он сорвется на них. Да. Но Аватару нельзя убивать. Нет. Можно. Аватару можно. Это магия воздуха. Это просто его философия не позволяет. А Киоша, мне кажется, гробило народа просто пачками. Что такое? Вы закончили? Теперь все в порядке. Мы идем в Басингсе. Басингсе? Что нам делать в столице царства земли? В городе полно беженцев. Там вас не заметят. Там мы заляжем на дно. К тому же безопаснее места на земле просто нет. Даже я не смог бы туда пробраться. Паспорта готовы. На улице два незнакомца расспрашивают о вас. Не видели их? Что вы делаете на нашей земле, да еще с нашим судном? Не вы ли украли его у племени Хами? Мы нашли его, брошенного в пустыне. Мы путешествуем с Аватаром. Нашего Бизона украли, а нам нужно добраться до Басингса. Вы обвиняете нас в воровстве, когда сами ездите на украденном судне. Хватит, сын. Никто нас ни в чем не обвинял. Если они говорят правду, мы должны оказать им помощь. Прости, отец. Я узнала голос сына. Это он украл Аппо. Уверена? Я не забываю голоса. Вы украли Аппо. Где он? Что вы с ним сделали? Они лгут. Они воры. А может быть, отец вообще не в курсе. А он, молодой, горячий, вступил в дурное общество, в банду. Нашел себе плохую компанию. Они курят, пьют. И пьют пепсу. И воруют бизонов. Это они там в горжуках сидят, да? Эй ты, где эти люди? Нам сказали, что... Они еще странные. Вы за этими людьми или приехали? Или за тоф. Они просто подзаработать, видимо, хотят. Им вообще срать на задание. Им лишь бы денежка. Ну, они прикинули. Она в пустыне. Сдохла. Может быть, уже и сдохла. Мы и сами сдохнуть можем, пока найдем ее труп. А тут денежка, денежка. Они здесь. Как вы видите, здесь никого нет, кроме нас. Мы знаем о вашей секретной комнате. Займись ей. Эй, но она только для цветов. Похоже, кое-кто так и не закончил партию в Пайшо. Лучше продолжим искать девчонку. Да, было бы неплохо, ребят. Куда поме... А. Говорите, где он? Я жду. Что ты натворил, сын? Это не я. Ты надел на него намордник. Намордник на Абу. О, стой. Простите. Я не знал, кто его хозяин. Говори, где Апа. Я продал его на рынке. Он наверняка уже в Басингсе. Думаю, у него уже другой хозяин. Прошу вас. Мы выведем вас из пустыни. Сделаем все, что попросите. Бежим отсюда. Быстрей! Катара. Что он делает? Ох, это трогательна. Капец, я чуть сама не заплакала. Как это было трогательно. Блин, это очень красивая сцена. Бедный Анг. Какая Катара классная в этой серии. Да, она прям... Я прям даже... Ну, она прям такая очень понимающая, очень терпеливая, очень чуткая. Какая грустная концовка. Но мне все равно понравилось, когда его уже под конец начало шатать. И он прям... Аватара? Ну, это пугает. Не знаю, меня это пугает. Это круто. Он вообще убийца. Ну, я больше чем уверен, что ту асу... Он убил. Он убил. Он убил. Но доказательств нет. Нам не показали труп. Да, возможно, сбил. Нет, трупа, если не показали, значит, может, и не мертв. Ждем ваши комментарии. В любом случае. Спасибо, что посидели, посмотрели с нами. Я даже не хочу ничего говорить. Да. Только скажу людям, которые на ютубе подписаны. Подписывайтесь на нашу телегу. Там очень много всего интересного происходит. Весь основной движ, стримы и все остальное. Вся информация. Вся информация о канале, который у нас постепенно и постоянно меняется. Мне легче ее публиковать. Там все актуальные новости. Если вам интересно больше контента, больше всяких разных подробностей, подписывайтесь. Вам будет легче следить за нашим творчеством. Какая грустная все равно серия в конец. Я не могу. Блин, какие-то. Ладно, все будет нормально. В басингсе. Все, ребята. В басингсе. На басингсе. На басингсе. На басингсе. На басингсе. Пока.